этот особый день настал я наконец-то купил себе карте как я вам уже рассказывал карте является моим самым любимым часовым брендом я очень давно хотел сделать себе подобную покупку и сейчас наконец-то у меня это получилось многие скорее всего уже догадываться что находится в этом пакете но я попрошу вас не мотать это видео потому что это видео будет не обзор данной модели а больше интересные истории приобретения желаемого я хочу вам рассказать пару интересных историй про то как я покупал это и что именно я купил поэтому давайте начнем нашу невероятную историю меня зовут дмитрий ким это канал и watch is давайте начнем я решил разделить это видео на три части историю компании историю этой модели и историю как я пришел к этой модели давайте с этого и начнем как вы знаете у portrait все версии часов довольно классические но кроме часов у них тоже есть много других украшений но если мы рассмотрим часы у них есть карте танк у которых тоже огромное количество вариаций есть Есть механические танки, есть кварцевые танки подешевле, танк маст, танк соло, танк на браслете, одноцветные танки и многие другие модели из золота, из других материалов и так далее. Также есть модели Santos Dumont, которые тоже очень красивые. Мне единственное смущает, что они не на браслете, а только на ремешке. Но плюс в том, что они на кварце и в принципе стоят не настолько дорого, как и другие механические версии. Cartier Santos, Cartier Asymmetric, Ronde Mazda Cartier, тоже очень красивые часы, которые я считаю недооцененными. Круглая, красивая, скромная версия. Cartier Pasha, те часы, которые тоже недавно были переизданы и тоже необычным винтажным стилем. Но, конечно, как вы знаете, больше всего в Cartier я хотел себе часы Tank. Cartier Tank это те самые прямоугольные часы, тот форм-фактор, который мне нравился. Больше всего он выглядит классически, его носят под костюмы, что я в принципе довольно-таки люблю. И более трех лет, наверное, я хочу себе купить эту модель, но не все так просто. Поэтому давайте начнем нашу распаковку. Итак, пакет Cartier. И как вы, наверное, догадались, это не одна покупка, а целых две. Да, это не часы, это кольца Cartier Love Rings. Три дня назад я сыграл свою свадьбу и я стал женатым человеком. С чем вы можете меня, конечно же, поздравить. Сейчас мне 27 лет и последние пять лет я встречался с потрясающей девушкой, которая буквально три дня назад стала моей женой. Мы сыграли очень милую, уютную свадьбу в Бишкеке со всеми близкими и друзьями и стали мужем и женой. На мое удивление, свадьба прошла без каких-либо косяков. Все было очень уютно, красиво, мило. Я привез ведущего из Казани, моего близкого друга, поэтому всем, кто из Казани, большой привет. И как вы знаете, бренд Cartier любят не только часовые энтузиасты и знают его за самые первые часы в мире, но также и огромное количество девушек по всему миру, которые знают Cartier как ювелирную компанию, которая делает невероятные интересные изделия. И когда я делал предложение своей девушке, это было примерно полтора-два года назад, я это делал в Турции, мы гуляли с ней, видели разные бутики, и я подумал, знаете что, а Cartier-то мой любимый бренд, и девушкам он тоже нравится. Я подумал, а если бы у нас были бы кольца Cartier, то, знаешь, я бы носил эти кольца с большой гордостью, потому что я ношу часы, например, сегодня, часы Омега, и чувствую этот бренд, и он во мне отвлекается. Если бы у меня было бы кольцо Cartier, то оно бы во мне так же отвлекалось, как отвлекаются на мне часы, подумал я, потому что это не просто кольцо, но в них есть многие смыслы, которые Cartier в него заложила, и о которых я вам сегодня в этом ролике постараюсь рассказать. Ей эта идея очень понравилась, мне эта идея очень понравилась, прошло полтора года, я потом пожалел, конечно же, о том, что я это предложил, потому что стоят они, конечно, тоже недешево, но в принципе оно того стоит, и я очень счастлив, что нам удалось купить данные кольца. Давайте перейдем к полной распаковке и истории компании. Начнем с того, что в пакете у меня так же есть еще пару вещей, которые я, если честно, сам даже не рассматривал, ждал, когда я запишу это видео для вас. Здесь у нас Duty Free, мы вернули пару налогов за то, что купили их в Турции и смогли привезти через какое-то время. Есть данные сертификаты, которые выглядят очень красиво, и которые, как вы видите, я еще сам не открывал, поэтому я буду на ваших глазах вместе с вами открывать данные сертификаты, смотреть, что у нас здесь внутри, как это все выглядит. Здесь такая красивая наклейка, которую мне безумно жалко отрывать от упаковки, но я постараюсь это сделать очень аккуратно. Почти идеально открыл. Вау! Вы посмотрите, даже документы на часы выглядят так же дорого, как это делает Cartier во все. Очень и очень красиво. Это больше похоже на свидетельство о браке от Cartier. Очень красивая обложка. Внутри у нас есть сертификат подлинности с росписью, печатью, датой и всем необходимым о том, чтобы подтвердить данную модель. Хочется использовать эту обложку для своих документов. Жалко, мне кажется, они туда не поместятся, но очень красиво. И когда я приобрел эти кольца, я больше кайфовал от самой упаковки. Настолько она аккуратная. Я, как вы знаете, работаю в сфере предложения руки-сердца в том числе. И я часто видел коробочки от поддельной, от Cartier. И когда ты видишь оригинал, он не сравнится ни с чем. Столько деталей. Так все аккуратно. Настолько все идеально выглядит. Настолько все работает. И эта коробочка, то, как она открывается аккуратно. То, насколько она открывается. То, какая здесь подушечка внутри. И как все аккуратно сделано. Вес этой коробочки. Действительно чувство премиума здесь присутствует. Ну, конечно же, само кольцо. Очень блестящее, красиво отполированное. Жалко, что оно у нас, конечно же, будет сильно царапаться. Но со временем, я думаю, это и будет ее характерной чертой. То, что ее действительно носят. И то, что действительно оно у нас создано, чтобы его носили на каждый день. Кольцо Love Ring отличается от других колец тем, что на ней есть вот такие маленькие узоры в виде закручивающихся шурупов. Можно сказать, что на первый взгляд это может показаться немножко странным. Но у этого есть огромное количество историй, к чему мы переходим. Расскажем немножко пару слов про Кортье. Кортье – это компания, которой уже более 172 лет. Кортье входит в топ-5 всемирно известных и престижных ювелирных брендов. Кортье был официальным поставщиком британского королевского двора. Клиентами Кортье даже были Рокфеллеры и племянница Наполеона. Американский король Эдуард VII назвал Кортье ювелир королей и король среди ювелиров. Луи Кортье разработал первые наручные мужские часы в мире, заменив карманные часы. Луи также первым начал использовать платину в мире ювелирных изделий. До него никто подобного не делал. За каждым изделием Кортье скрывается целая история, и каждое украшение наполнено смыслом. Например, данная коллекция – коллекция Кортье Love – это одна из самых знаковых и узнаваемых линий ювелирных изделий. Она создана французским домом Кортье, и ее история начинается в 1969 году, когда итальянский дизайнер Альдо Чипулло создал браслет Love Кортье. Он вдохновился индустриальными и архитектурными элементами, что видно в дизайне браслета Love, с его винтами, напоминающие промышленный стиль. Браслет Love был задуман как символ вечной любви, который требует усилий и преданности. Чипулло вдохновлялся идеей, что любовь – это нечто, что удерживает двоих вместе, как замок, который невозможно открыть без ключа. Он предложил идею браслета, которую можно было бы надеть только с помощью маленькой отвертки, поставляемой вместе с изделием. Для каждого браслета отвертка своя, ее продают в виде ожерелья. Полагается, что хранить отвертку у себя должен тот, кто дарит украшение – знак вечной любви, и только он может ее снять. Кортье Love – это символ своей привязанности, любви, верности друг к другу. В ювелирном мире браслет Love шутку называют поясом верности, как и в средняковый предмет для сохранения семейного очага. Снять этот браслет не так-то просто, и именно в этом была его главная задумка. Есть несколько интересных аспектов, которые можно добавить в историю коллекции Кортье Love. Расскажем про пару легенд и слухов. Браслет Love сразу стал хитом среди знаменитостей. Известно, что его носили Элизабет Тейлор, Ричард Бертон, Софи Лорен и другие. Исторически, Кортье даже не продавал браслеты Love отдельным клиентам, в частности, он дарил их парам, знаменитостям, как символ их привязанности. Например, я точно знаю, что Кортье Love продавили также Франку Синатрия, и он тоже был одним из тех лиц-лиц, который первым начал носить этот браслет, и тоже сделал его популярным. Люди видели эти браслеты у знаменитостей и хотели их приобрести, но все было не так-то просто. Кортье поначалу продавал браслеты Love только парами, что подчеркивало его символику, как украшение для влюбленных. Это добавляло эксклюзивности и делало браслет уникальным символом любви. Также есть популярный миф про госпитали Кортье. Существует легенда, что больницы Нью-Йорка в 1970-е годы держали у себя отвертку Кортье, чтобы в случае экстренной ситуации быстро снять Кортье Love с пациентов, поскольку они плотно пролегают к запястью и их сложно снять без специального инструмента. И, как вы понимаете, то же самое относится и к кольцам Кортье Love. Изначально это было создано как линейка браслетов, но потом они начали делать и другие украшения, ожерелья и в том числе, конечно же, кольца Кортье, которые имели ту же символику, тот же смысл и, конечно же, тот же вид украшений. Именно поэтому мне хотелось купить именно такое кольцо, именно с таким украшением, потому что я помню его смысл, его историю, и она для меня довольно интересна и близка. Но также я хочу, чтобы мои подписчики не обманывались и не забывали о том, что кроме того, что это безумно красивое ювелирное изделие, это также безумно интересный и продуманный маркетинг. Символизм, который придумала эта гениальная компания, делает его настолько особенным и иконическим изделием, но все же это маркетинговый ход, который заставляет нас покупать такие предметы, и если у вас нет денег на это, желательно, конечно же, не стоит его покупать, потому что это все маркетинг. И я, как фанат Кортье и моя невеста, мы являемся в этом плане жертвами маркетинга, но разве это не прекрасно, разве это не здорово, потому что в этот свадебный день мы не только порадовали себя свадьбой, но также порадовали себя интересным ювелирным изделием, которое мы будем носить с гордостью и зная эту невероятную историю. Мне очень нравится, как это кольцо смотрится на моей руке, особенно вместе с какими-либо классическими часами. По поводу свадебных часов, в Америке существует такое понятие, как свадебные часы, wedding watch. Это те часы, которые ты носишь на своей свадьбе. Я носил на своей свадьбе Фредерик Констант, Moonface. Когда я покупал только Фредерик Констант, я уже знал, что именно эти часы я одену себе на свадьбу. Их коричневый ремешок идеально подходил к моему коричневому галстуку, туфлям, ремню и так далее. Поэтому мне действительно понравилось. И я очень переживал за эти часы, потому что во время свадьбы я очень много прыгал, хлопал и создавал огромное количество вибраций для своих часов. Я переживал, как бы механизм не сломался, но, слава богу, всю свадьбу эти часы идеально выдержали. И это и есть мои свадебные часы, которые я также по особенному ценю. А что касается часов Cartier, Cartier Tank, да, к ним мы еще придем, их еще и приобрету. Я обязательно сделаю видео на этом канале про часы Cartier, которые когда-нибудь после данной покупки я тоже сделаю. Ну и в конце, что касается других часов, кроме всего того, что я рассказал вам про Cartier, также ко мне едут часы, и буквально завтра я смогу забрать еще одни новые часы, которые я купил себе. Можно сказать, что как свадебный подарок самому себе. Они мне достались с огромной скидкой, и мне очень нравятся эти часы. Я безумно их жду. И в следующем ролике я расскажу вам, какие часы я купил себе как подарок на свадьбу. Поэтому обязательно подписывайтесь, оставайтесь на канале. Спасибо, что прослушали. Наслаждайтесь своим временем. И после свадьбы я также хотел пожелать каждому из вас побольше любви, побольше счастья. Пусть ваша жизнь будет наполнена волшебными моментами, и вы могли разделить эти моменты со своими близкими. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий Ким, канал All Watches. Всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok